В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, в начале коротко о главном. Работой нужно обеспечить всех, кто хочет работать. Премьер-министра Дагестана не впечатлил отчет регионального Минтруда о занятости населения. В одночасье лишились урожая. Град, прошедший в Инсукульском районе, нанес его жителям многомиллионные убытки. Большой концерт и масштабная экспозиция в честь великого поэта. В Совете Федерации сортовали дни Расулла Гамзатова. Особый настрой, особый подход. Сборная Дагестана по вольной борьбе готовится к домашнему чемпионату России. Премьер-министр Дагестана остался недоволен отчетом руководителя регионального Министерства труда и социального развития. Абдул-Муслим Абдул-Муслима выразила замечание по работе ведомства в части занятости населения, особенно в горных районах. Руководитель ведомства глава Кабмина упрекнул за сухие цифры, отметив, что был проведен недостаточно глубокий анализ по сложившейся в республике ситуации с использованием трудовых ресурсов. Уважаемые коллеги, у нас очень много потенциала большого в нашей республике, чтобы дальше мы республику развивали. И Мурат Незамевич, непочатый край работы ваше министерство в данном направлении. Давайте организуем эту работу. Есть, спасибо. Мне сухие цифры не нужны. Мне нужны дороги, мне нужны вечерцы-акурсельские пункты, мне нужны нормальные, оснащенные сельские больницы, чем, например, житель, который живет в Куракском районе или Беждинском районе, хуже жителя, который живет на проспекте Гамзатова в городе Махачкале. Для меня они одинаковые жители республики Дагестан. А статистика, она должна быть объективной и нужно работать с главами муниципальных образований непосредственно. По земле надо ходить. Согласно докладу министра труда и социального развития республики Мурата Казиева, порядка 9 тысяч человек в Дагестане устроились на официальную работу с начала года. В ответ же на озвученные данные Абдул Муслимов привел другую, менее утешительную статистику. Так, по словам председателя правительства, в 22 районах Дагестана не занято свыше 50% трудоспособного населения. Прошедшие по районам республики обильные осадки нанесли садоводам немалый ущерб. К примеру, жители Унсукульского района в результате обрушившегося грады понесли многомиллионные убытки. В ситуации на месте разбирался мой коллега Карим Гамаев. Ему слово. Если раньше сбор урожая для местных был настоящим праздником, то теперь это соизмеримо с трагедией. Да и собирать тут нечего. Прошедший накануне град оставил после себя только многомиллионные убытки. У каждого тут есть сад. Выращивают, если не персик, то черешню или хурму. Садоводство тут по-настоящему народное ремесло. К примеру, Расул Муртазалиев занимается этим с 1992 года. И он здесь такой не один. Сколько гектаров садов у нас есть? У нас в общем селе где-то 117 гектаров. Что? 117 гектаров. Вот с гектара, посчитай, как минимум с гектара сада идет 12, 14, 15 тонн с гектара. Посчитай вот. Труд, время и деньги. Все это местные жители вкладывают в свои сады на протяжении всего года. А чтобы остаться ни с чем, достаточно, к примеру, 10 минут выпавших аномальных осадков, что и произошло несколько дней назад. Колоссальные расходы в этом году сделали. И за счет будущего урожая. Они в долгах оказались. Вот такое обещанное положение. С гектара, с гектара. Получается у нас, это значит полтора миллиона. Это же 120 гектаров еще. Это значит колоссальные ущербы, это значит население. Население три раза было. Когда здесь были персиковые деревья, был такой крупный град. Даже шкуру с верхней стороны все чисто было. Их пришлось обрезать, посадили абрикосы. Это уже не первый случай, когда урожай гибнет под градом, делятся с нами местные садоводы. И надеяться им приходится только на самих себя. Правда, есть страховка, но, как оказалось, распространяется только на деревья. В прошлые годы, когда была точно такая же ситуация, я пошел, значит, по инстанциям, пробовал найти какую-нибудь компенсацию. А страховщики говорят, мы, говорят, компенсируем сад. А урожай, говорят, мы не скомпенсируем. А урожай, что, не производный, что ли, сада? Что за абсурд такой? Пробелы в законодательстве или желание страховых компаний освободить себя от лишних выплат? Ответ найти достаточно сложно. Понятно только одно. Люди остались без поддержки, заработка и урожая. И это не есть хорошо. Карим Гамайев, Саид Шагидов, Новости ННТ, Унцукульский район. Дни Расула Гамзатова стартовали в Совете Федерации. В церемонии открытия приняла участие и руководитель Верхней Палаты Валентина Матвиенко. В своем выступлении она процитировала бессмертные строки дагестанского поэта. Хочу прочесть несколько его строк. Живите долго, праведно живите, стремясь весь мир к собратству сопричесть. И никакой из наций не уйти, храня в зените собственную честь. Благодарю вас за желание. Большой концерт и масштабная экспозиция. Ведущие артисты московских театров прочитали известные произведения. Прозвучали на сцене и песни, написанные на стихи Расула Гамзатова. Мероприятие сопровождалось видеофильмом о жизни поэта и выступлением известных дагестанских творческих коллективов во главе с ансамблем Лизгинка. Также участники церемонии осмотрели выставку, развернутую в фойе Совета Федерации. В экспозиции представлены фото, видеоматериалы, книги, посвященные жизни и творчеству Гамзатова. В рамках мероприятия Валентина Матвиенко, Татьяна Голикова и Сергей Меликов погасили и почтовую марку к столетию народного поэта. Для этой церемонии был изготовлен специальный сувенирный штемпель. На нем указана дата – 7 июня 2023 года. На марке изображен портрет Расула Гамзатова на фоне гор и летящие журавли. Собрание сотрудников газеты «Ассалам» прошло в конференц-зале Муфтията Дагестана. Руководитель отдела распространения газеты подвел итоги и наградил отличившихся сотрудников. Напомним, газета «Ассалам» является изданием федерального охвата. На мероприятии присутствовали также представители газеты в регионах России. В Пантамасийском округе я с 2018 года первый год работал в городе Кагалым, потом перевели в другой город, в город Советский. И в последний день в этом городе работаю. Можно сказать, весь Советский район. Охватываем, как можем. Видя тех людей, которые читают эту газету, которые получают от него пользу, конечно, будет очень приятно на душе, на самом деле. И очень часто будут случаи, которые элементарные вещи люди, которые не понимают. И именно через газету, именно газета становится причиной того, чтобы ты с человеком общался, например, объяснил ему что-то. И люди начинают понимать что-то и начинают соблюдать. Распространители газеты в Дагестане также отметились хорошими показателями по подписке в районах. Всех приглашенных наградили памятными подарками и благодарственными письмами. В нашем селе, я знаю, где-то процентов 70-80 будет подписок. В нашем селе. У нас, как и в селе, самый большой, как и в густонаселенный поселок, село. Это 400 хозяйств, наверное, есть. Из них 70-80% подписка есть. Сборная Дагестана по вольной борьбе готовится к домашнему чемпионату России. Соревнования в Каспийске начнутся 20 июня и продлятся 5 дней. Во время двухнедельного сбора вольники оттачивают работу на ковре. С каким настроем наша сборная подходит к ответственному старту, узнавал Курбан Рагимов. До начала чемпионата России остается меньше двух недель. Финальный этап подготовки сборная Дагестана проводит в спорткомплексе на базе Анжарены в Каспийске. Здесь к главному старту сезона готовится порядка 80 борцов, среди которых олимпийцы, чемпионы мира и Европы. 8 лет назад Дагестан уже принимал чемпионат России. С того времени состав, конечно, омолодился. Из тех, кто в 2015-м выходил на ковер Алиевского дворца спорта, сейчас в команде только несколько человек. Один из них – Гаджи Мурад Рашидов. Тогда он выиграл бронзу, и эта медаль стала для призера Олимпиады трамплином в большой спорт. А поддержку родной каспийской публики вольник помнит, как вчера. У себя дома всегда хорошо бывает, и поддержка, и обстановка бывает хорошая. И не только в 2015 году, и в 2018 году на чемпионат Европы. Это для меня незабываемые самые такие соревнования были. И когда чуть подустал, когда трибун подряд, и еще больше сил появилось. С одной стороны, поддержка трибун, с другой – дополнительная ответственность. Бороться в родных стенах будет непросто, признается еще один каспийчанин Ибрагим Ибрагимов. Действующий чемпион России дома намерен защитить свой титул в весе до 65 килограммов. На сегодня эта категория самая конкурентная в стране, причем тон в ней задают наши вольники. Родственники, друзья, близкие, в общем, весь город, кого не встретишь, все спрашивают, типа, когда, когда Россия, когда Россия, и уже, не знаю, там весь, да, ответственность такая. Придется бороться с этим, выходить на ковер. В 15-м году чемпионат России приходил, да, смотреть в роли болельщика. Особенно, когда Абдула Шица-Дула и Вишамиль Кудя-Магомедов боролись. Я помню эту схватку, и Лязбик была, и Сослан Амонов. Такие схватки были, честно говоря, я сам тогда вот думал, надеюсь, я когда-то буду бороться. И вот буквально через дней 20 сам уже выйду туда на ковер. Подготовка к соревнованиям уже вышла на финишную прямую. Сейчас борцы больше оттачивают работу на ковре. В строю все лидеры нашей сборной, за исключением травмированного Розамбека Жамалова. Под вопросом также участия Абдул-Рашида Садулаева. Хотя капитан команды после операции на колено уже вернулся в строй. Я прохожу реабилитацию индивидуально и параллельно здесь на сборах нахожусь. Если подойду в хорошей, оптимальной форме, ну, только-только набираю. Еще время есть, еще две недели, да, если смогу подойти, я побороюсь. А если нет, ну, пока 50 на 50. Ребята, конечно, сами тоже все понимают, что есть и плюс, что дома, как говорят, и стены помогают. И публика, я думаю, поддержит ребят. Они чувствуют и понимают, какая на них ответственность лежит. И на домашнем чемпионате они должны показать еще лучше. Всего хозяев ковра в Каспийске представят порядка 120 вольников. Наша команда всегда была на чемпионатах страны самой многочисленной, но таким большим составом прежде никогда не участвовала. К этому старту все вольники подходят с особым настроем, надеясь на допуск к лицензионному чемпионату мира в Сербии. В таком случае на кону здесь будет не только место в национальной сборной и денежные премии, но и шанс отобраться на Олимпиаду. Информация есть такая, что, скорее всего, под нейтральным флагом будут выступать. И я думаю, у ребят не то чтобы там свет в конце туннеля, а такая уже реальная надежда появилась. Вторая неделя над техникой и тактикой работают ребята. И вот уже по окончанию этой недели ребята уже самостоятельно будут работать, кто будет там вес подгонять. В общем, все идет по плану. У нас здесь дополнительно еще ребята с Красноярска приехали в состав. Около 20 человек работают вместе с нами. Я думаю, наоборот, и хорошо, что они приехали, обмениваться опытом. Наш страницовский совет говорит, что в домашнем чемпионате России надо готовиться, упорно готовиться, делать схватки, не пропускать тренировки. И настраивать, конечно, на домашний чемпионат России. Я думаю, ребята все относятся очень серьезно, хотят себе хороший результат показать на чемпионате России. Я думаю, будет очень интересно. И болельщиков нам, да? Да, болельщики для болельщиков. В первую очередь, конечно, для болельщиков будет интересно посмотреть на своих близких, друзей, на своих сыновей, можно сказать. В общем, будет 20-го. Разный для болельщиков. Сборная НЖА-арени продлится до самого начала чемпионата России, который пройдет во Дворце спорта имени Али Алиева с 20 по 24 июня. Курбан Рагимов, Саид Джамалудинов, Саид Магомирзаев, телеканал ННТ, Каспийск. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!